всех приветствую ребята на моем канале новая посылка там приехала из китая и смотрим что у нас пришло и что мы получаем первый раз имею дело с этим производителем DCL так пломбы на месте и что известно об этом производителе то что я так понимаю это тот кто купил Alcatel французский в данной ситуации мы имеем серебристый цвет модели DCL 10+, 6256 памяти это здорово стандарты связи вы видите информация ну Гонконг вот как и Франция адрес французский ну что поехали серебристый цвет это интересно в синим не было в наличии поэтому будем разбираться с серебристым серебристый цвет тоже красивый у всех понимаешь все синие да черная коробка очень плотная вы это видите батарею нам обещают 4500 здесь есть некоторые данные экран 647 full hd plus amoled 3d кстати что-то еще такое 48 мегапикселей и Bluetooth обещает что хорошая будет музыка наверное так вот такое у нас такая скрипка давай доставайся тоже посмотрим чего там середине хотя внутренней памяти будь здоров здесь все-таки так что тут как еще открывается что-то должно быть еще в середине отлично у нас есть чехол кстати камеры такие необычные они расположены горизонтально вдоль корпуса макулатура тоже кстати интересно можно почитать на досуге вот гарантийка и все такое и кстати приступая к работе здесь есть русский украинский язык и все такое так дальше само устройство находится вот здесь сейчас мы к нему перейдем у нас type-c конечно же вот такой usb кабель и блок зарядки сколько у нас тут чего вы видите ну быстрая зарядка 18 ватт 12 вольт полтора ампера 5 вольт 3 ампера ну классно все таки побыстрее будет заряжаться батарея небольшая но вот за счет того что это амолед экран в принципе ее живучесть должна быть нормальная опять было бы конечно получше ну это такое дело так бумажный конверт аккуратный вот он запускаем так вот отпечатки пальцев где-то должны быть в экране получается как выглядит этот смартфон кстати очень аккуратный узкий в руке лежит довольно неплохо правая сторона это кнопка включения выключения качелька громкости судя по холодку это металл и холодное значит стекло но цвет кстати классный знаете такой фиолетовым отдает синевой немножко но видно что серебро матовый я думаю пачкаться будет не так сильно две вспышки 4 камеры нам обещают 48 макро линзу вот светосила основной 1 и 8 но это класс вот такие такая есть информация вот он запускается видите экран водопадик такой так называемый 3d стекло слева еще какая-то кнопка посмотрим что она из себя представляет микрофон джек для наушников лоток для симок type-c микрофон разговорный динамик у нас и вот такая очень аккуратная решетка кстати вы сразу видите пошла волна значит шим здесь присутствует в экране вот за счет вот этих изгибов экран выглядит таким на рамки выглядят достаточно аккуратными вот так что мы сейчас его запустим и дальше продолжим знакомство кстати сразу видите да есть nfc вот это здорово что она присутствует так но все остальное будем знакомиться дальше кстати вот края видно что сразу свет такой немножко темный на месте изгиба никогда еще не пользовался такими устройствами принципе когда держишь все-таки участки тела будут попадать на этот изгиб проверим будут ли какие-то ложные срабатывания и так далее вот так что это мы все проверим но пока что настраиваюсь и ставлю паузу 17 процентов заряда батареи пришла практически разряжен но я думаю кажется что он давно уже лежит на складе распродают если здесь 10 android так вот можно настраивать распознавание лица графический ключ цифровой код и пароль то есть я так понимаю что понятно ну давайте попробуем настроить все-таки отпечаток пальца в экране так левая правая рука ну пусть будет правая рука вот ух ты интересные настройки технология nxt vision улучшает ваш опыт при работе с мультимедийным контентом это какие-то фишки видать уже от самого теселя оптимизация отображения видео ну пускай классная штука вот можно меню так настраивать только главный экран главный экран и главное меню можно и так хорошо разберемся стиль экрана блокировки так пускай будет такой настройка завершена я согласен пропускаем ну такое первое впечатление достаточно приятные у него экран сочный по яркости попробуем ну на солнце я думаю проблем вообще не должно быть и кстати вот я добавил яркости и куда-то шим шим появляется при какой средняя присутствует процентов 60 немножко заметно процентов 70 80 заметно ну вот если процентов 80 90 ставить я думаю уже не будет заметно этого шима ну вот время покажет как будет реагировать глаза ну что смотрим дальше что он из себя представляет будем знакомиться с деталями по поводу разблокировки отпечатку пальца разблокируется неспешно и минимум ошибок не так часто ошибается ну и видим некоторая задержка присутствует у нас но все-таки разблокирует и есть в настройках такая функция как он ли дисплей можно настраивать собственно говоря посмотрим как выглядит лоток необычно расположен снизу есть резиночка я думаю видно такой необычный с двух сторон вставляется симка две наносимки 7.1 сайт ап значит эта сторона вверх так изменю что мы видим об устройстве информация и кстати меня приятно удивило то что здесь все-таки 11 android хотя при продаже нам обещали 10 это значит что производитель обновляет свои устройства и что интересно уже прилетело обновление ноябрьской версии если не ошибаюсь обновилась система безопасности и вот вся необходимая информация здесь также есть 4500 батарея это чипсет snapdragon 665 и хорошая такая но для меня интересная с ознакомлением оболочка tcl ui 3 3 версия вот такая интересная информация 6 256 памяти камера 48 плюс 8 и 2 по 2 мегапикселя плюс фронталка 16 мегапикселей вот такие настройки да и как я говорил система безопасности обновилась последняя 1 ноября 2021 года нормы безопасности тоже есть вся необходимая информация и кому интересно может быть узнать что здесь по сару вот поставьте на паузу и вы увидите все необходимые цифры это так сказать облучение вот исходящие от антенны данного устройства вся остальная информация тоже имеется дальше что у нас еще здесь мы видим система google аккаунты можно устанавливать 6 процентов у нас использована то есть 242 гигабайта свободно это более чем достаточно вот и система кстати занимает 14 гигабайт оболочка вот tcl это меньше чем miui там около 20 там 18 20 22 гигабайта по-разному здесь же 14 сказать что она хуже я бы не сказал она интересная но это уже подробности более детальном обзоре вот можно менять жесты либо оставить три кнопки кнопки поменять местами на экранные как вам будет удобно дальше звук и вибросигнал включу здесь моно звук приятный достаточно громкий различные мелодии очень громкий смартфон так что пока что звук мне нравится так дальше вот то что мы говорили настройки визуальных эффектов и вообще отображение картинки я вообще не сторонник амолед экранов но в данной ситуации мне это пока что нравится и по цветопередаче по яркости по сочности достаточно видно качественный защита зрения есть размер шрифта и все такое все это имеется в настройках ну и мы говорили что есть nfc это плюс данного смартфона очень классно что здесь он поддерживает nfc сим-карты управления ну и так далее то есть если так подбить итог первоначальный кажется много лишних не нет программ предустановленных разве что вот netflix facebook есть сама вот эта программа можно цветовую гамму самостоятельно настраивать как вам понравится так что в этом тоже нет никаких проблем то что вам будет интересно на ярком солнце улучшение читабельности тоже есть такая функция не знаю на что она влияет верхняя шторка выглядит у нас таким вот образом тоже обычно так сказать стандарт для андроида вот и по камере надеемся что она здесь будет хорошенькая вот есть десятикратное увеличение скорее всего это все цифровое понятное дело 48 мегапикселей можно сделать вот full на весь экран фотку это авто настройки есть вот еще гиперлапс какой-то замедление длинная выдержка очень интересные настройки макро супер макро вот такие вот по видео есть ли здесь у нас видео стабилизация да она присутствует качество видео можно снимать 4к 30 кадров в секунду full hd тоже 30 кадров в секунду то есть 60 кадров здесь не завезли насколько я понимаю широкоуголка есть очень хорошо портретная съемка улучшенный ночной но это все я поработаю с фотографиями чтобы вам показать как он снимает днем ночью вечером и так далее но это уже для профи вот так что это пока первоначальное знакомство так как этот аппарат вообще с этой компании я имею дело первый раз мне лично пока что приятное впечатление как это будет вот в повседневном использовании мы посмотрим так что ребята пишите на комментарии что вы думаете о данном производителе о данной модели насчет процессора да может быть и был смысл поставить получше но вопрос цены меньше 200 долларов можно брать этот смартфон он примерно так сейчас и продается 6 256 память nfc но по сути дела все что нужно единственное вот вопрос amoled нравится он вам или нет или нравится ли вот такой вырез капелькой на экране но все остальное рад приятное впечатление оставляет так что подписывайтесь ставьте лайки и хорошего настроения пока пока